Девушки отдыхают «Ибо Царство Божье не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Наверное, вы заметили, что я очень люблю повторять это местописание. Почему я люблю повторять это местописание? Дело в том, что у меня есть личное откровение относительно этого стиха. Мартин Лютер получил откровение относительно веры, что праведный верою будет жить. И одно это откровение изменило всю Европу. В последнее время я очень сильно переживаю это местописание в своем сердце. Время от времени думаю и размышляю над этими словами, что Царство Божье не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И сегодня я хочу поговорить о радости. Вы знаете, что между радостью и смехом существует большая разница. Когда человек смеется, это не показывает его радость. Это не показатель радости. Радость – это состояние сердца. Смех не может сделать тебя радостным. Многие обмануты. Вот почему они используют наркотики, алкогольные напитки. Просто для того, чтобы на несколько часов испытать чувство радости. То есть они играют роль радостного человека, но на самом деле нет никакой радости. Помните, в книге Притч есть такой стих. «Дайте секеру погибающему, и вино огорченному душой. Пусть они выпьют и забудут о своих страданиях». Давайте откроем книгу филиппийцам, 4 главу, 4 стих. Все знают это местописание. Здесь написано так. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, «Радуйтесь». Что такое радость, дорогие? Радость – это своего рода оружие. Почему Бог хочет, чтобы мы с вами были радостными? В Писании говорится «радость – сила Божья для каждого верующего». Другими словами, насколько твое сердце наполнено радостью, ровно настолько Бог наделяет тебя силой. Аллилуйя! Повернись к тому, кто сидит рядом, и скажи, «Не грусти, не входи сюда грустным». В жизни столько причин для грусти. Но это не означает, что мы должны терять свою радость, которую получили от Господа. Мы не руководствуемся обстоятельствами. Мы живем с Господом. В нашей жизни могут быть потрясения, трудности, и все для того, чтобы украсть нашу радость. Но сегодня ты должен стать человеком, который, несмотря ни на что, хранит радость. Если ты печален... Вы слышали это выражение? «Финансы – причина грусти». Если это так, то тогда ты будешь печален по всякому поводу. Дело в том, что очень часто мы вступаем в диалог с сатаной. Он дает нам мысли. Думаю, у каждого из нас есть пророчества. Но слова дьявола, которые приходят, говорят, что у тебя ничего не получится, и они заглушают все. И тогда мы сдаемся, теряем свою радость, которую получили от Господа. Вы знаете, люди рассказывают друг другу анекдоты. Для того, чтобы немного посмеяться. Но это не радость, это просто смех. Нечто временное. Послание к римлянам, 12 глава. Здесь очень интересно, что апостол Павел говорит о радости именно с римлянами. Подумайте, это церковь, которая находилась в Риме. И мы говорим о том периоде, о той церкви и о тех верующих, которых распинали, бросали в ров со львами. И вдруг в этой церкви апостол Павел пишет о радости. И посмотрите, что здесь написано. Римлянам, 12 глава, 12 стих. Утешайтесь надеждою. В армянской Библии радуйтесь в надежде. Задумайтесь над этими словами. Радуйтесь в надежде. Послушайте, какое сильное местописание. Давайте приостановимся здесь. Радуйтесь в надежде. Теперь послушайте внимательно. Есть большая разница между надеждой и мечтой. Вы знаете, что в ваших мечтах нет надежды. Я повторяю, в ваших мечтах нет надежды. Надежда никогда не постыжает. Я так часто спрашивал и слышал. Я надеялся, но ничего не получилось. Но нужно разобраться. Ты действительно надеялся или только мечтал? Вы знаете, что означает надеяться? У вас когда-либо болела голова или вы болели? А у кого была надежда, что завтра он непременно поправится? А теперь представьте и скажите, это надежда или мечта? И я хочу, чтобы вы почувствовали разницу между мечтой и надеждой. И в этом стихе говорится, радуйтесь в надежде. К примеру, мы строим здание для церкви. И я надеюсь, что вскоре мы завершим строительство. И наши служения впредь будут проходить в этом здании. И знаете, что делает надежда? Приносит моему сердцу радость. Итак, дорогие, это местописание учит нас, чтобы каждый день мы надеялись на что-то. И эта надежда будет наполнять нас радостью. Слава Богу! Даже если ты устал надеяться, у тебя нет ничего, вспомни, что ты будешь жить вечно. Слава Богу за это! Это уже хорошо! И далее здесь написано. Я продолжаю читать. Послушайте, как вас убедить, что это хорошо. Поверьте, это действительно хорошо. Итак, к римлянам 12 глава, 12 стих. Что говорится здесь? Утешайтесь надеждою. В армянском переводе радуйтесь в надежде. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Здесь написано «Радуйтесь в надежде». И когда мы радуемся в надежде, это помогает нам пребывать в молитве. Принимать участие в нуждах святых. Кому-то помогать. Проявлять заботу. Если в твоем сердце нет радости, у тебя ничего нет и не будет. Но когда ты полон радости, тогда ты даешь с радостью. Когда кому-то даришь подарки, делаешь это с радостью. Когда молишься, делаешь это с радостью. И ты представь, ты можешь представлять себе молитву без всякой надежды. Лично я не могу представить такого. Я постоянно молюсь, и знаете, о чем я молюсь? Мои молитвы не о прошлом, но о будущем. Я хочу спросить вас, церковь, что вы видите относительно будущего? Каким вы видите свое будущее? Не смотрите на меня. Речь идет о вашем будущем. Что вы видите? Если мы грустим, это говорит о том, что мы перестали надеяться. Но вы не призваны жить в печали. Что ты видишь впереди? Однажды Бог спросил пророка, что ты видишь? Тот ответил, вижу расцветший жезл. Для него это стало надеждой. Жезл, показанный Богом, стал для него надеждой. Это сделало его счастливым. Моисей увидел спасение своего народа в пламени горящего тернового куста. Почему он вернулся в Египет? Потому что он поверил с надеждой. Надежда рождает веру. Вера же есть осуществление невидимого. Давайте вместе откроем несколько местописаний. Итак, первое. Это первая фессалоникийцам, пятая глава. И мы посмотрим 16 стих. Всегда радуйтесь. Знаете, если бы здесь не было бы написано «всегда», я бы вам не сказал «всегда». Однажды я говорил о радости, и когда сказал «всегда радуйтесь», один человек сказал «я что, дурачок, чтобы всегда радоваться?» Но почему многим кажется, что только дурачки всегда могут быть радостными? Если бы здесь было написано «всегда смейтесь», в этом случае мы могли бы так сказать, но здесь не написано «всегда смейтесь». Здесь написано «всегда радуйтесь». А это означает радоваться каждую секунду, каждую минуту. Бог даровал нам радость. И посмотрите, пятая глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Знаете, какова Божья воля для нас, чтобы мы постоянно молились, за все благодарили, с радостью, ибо такова Божья воля для каждого верующего. Вам когда-нибудь задавали такой вопрос? Вы уверены, что вы находитесь в воле Божьей? Сейчас я стою здесь и проповедую. Как вы думаете, можно сказать, что это есть воля Божья для меня или нет? Но вы нигде не прочтете. Если вы проповедуете Слово Божье, вы находитесь в воле Божьей. Это мое призвание. Я исполняю свое призвание, всего лишь делаю то, к чему меня Господь призвал. Но когда я исполню волю Божью? Когда мой внутренний человек начнет возрастать, наполняться радостью, о которой говорилось выше. Если я за все буду благодарить Бога, непрестанно молиться, молиться в духе или в своих мыслях, в этом случае можно сказать, что мы исполняем Божью волю. Итак, сейчас, кто из вас читал, что есть воля Божья? Благая, угодная и совершенная. Что такое воля Божья? Благая, угодная и совершенная. Чтобы мы были радостными, за все благодарили Бога. Повернись к соседу и скажи, я благодарю Бога за тебя. Я благодарен Богу за каждого из вас. За каждого из вас. Аллилуйя! Дьявол приходит, чтобы украсть радость, которую мы получили от Господа. Он атакует нас проблемами и потом говорит, посмотри, в каком ты положении, где ты оказался, и показывает тебе твою реальность, в чем ты находишься. Когда дьявол показывает тебе твою реальность, покажи ему его будущее. Скажи, дьявол, завтра все изменится, но ты будешь гореть в озере огненном. Покажи ему его место. Каждый раз. Аллилуйя! Давайте посмотрим еще одно местописание. Что нам говорит наш брат Петр? Первая Петра. Первая Петра, 4 глава, 13 стих. Но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. Вау! Вау! Какое сильное местописание. Здесь говорится, радуйтесь, когда участвуете в христовых страданиях. Помните, в деяниях апостолов написано, что апостолов заключили в темницу, но ангел Господень освободил их, и они радовались, что удостоились принять бесчестие за имя Господа. Представьте, ты можешь оказаться в безвыходной ситуации, но при этом не терять своей радости. Однажды я вместе с Эдиком посещал заключенных в тюрьме. Эти люди приняли Христа, читали Слово Божье. Они сожалели о том, что сделали. Но что было это, для меня было это очень интересно. Я заметил, что они радостные. И я встречался с одним человеком в его кабинке, он был таким грустным. И у меня был большой вопрос. Что это? Что такое тюрьма? Послушайте, не важно, где находится человек. В тюрьме, в больнице или в парламенте. Важно другое. Насколько этот человек может радоваться? Может ли он радоваться? Даже не важно, что ты сейчас сидишь на служении в церкви. Радость – это здоровье для ваших костей. Радуйтесь, дорогие. Но как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. И тогда Иисус скажет, эти люди стали причастниками моих страданий. И когда Иисус вернется, ты будешь не просто радоваться, но веселиться и торжествовать. Это как тренировка. Так что, если в твоем сердце не было радости, то ты не сможешь веселиться и торжествовать в тот день. Скажи вместе со мной, я буду радоваться и торжествовать. Амин. Аллилуйя. Пусть группа прославления поднимется на сцену, чтобы люди обрадовались, что служение подходит к концу. Это, конечно, просто юмор. Давайте откроем Евангелие от Луки. Здесь есть отличная притча. И я хочу прочитать для вас последнее местописание. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава. С 15 стиха. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Помните, мы говорили, что такое Царство Божье? Радость, мир и праведность. Кто из вас знает, что это? Кто из вас переживал радость, мир и праведность? Здесь говорится, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Представь, ты вкушаешь кусок хлеба с радостью, ни в печали, ни в муках. Ты ешь свой хлеб с радостью. В твоем сердце мир, и ты праведен. Писание говорит, «Блаженны те, кто вкусят хлеба в Царстве Божьем». Кто чувствует, что эти слова относятся к нему? Первое время вам завидовали. Слава Богу! Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов, и иду испытать. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». Знаете, это очень грустно, то, что происходит сегодня. Людей пригласили на праздник. Церковь последнего времени можно сравнить с местом, где устраивается званный ужин. Дорогие, в Писании говорится, «Хвалите Господа песнями и танцами и с весельем». Это место веселья, это место пира, это праздник. И когда ты человека приглашаешь в церковь, кто-то говорит, «Я занят, у меня дела». Дело в том, что не каждый скажет, «Я не верю в Бога». Бога нет. Вы согласны, что очень редко сегодня встретишь таких людей? В основном люди говорят, «У меня нет времени». Когда найду время, в один день как-нибудь приду. Другой сказал, «Я купил вала и должен испытать». Говоря современным языком, «Купил машину и должен испытать ее». Представьте себе, знаете, что это означало, испытать вала? Он должен был вскопать землю. Это была нелегкая работа. Человека приглашают на праздник, где его ждет радость. Но вместо этого он выбирает мучения. Третий же сказал, «Не могу прийти, знаешь, я только что женился». «Послушай, что тебе мешало взять свою жену и прийти с ней вместе? Ведь тебя же приглашали на праздник. Пусть он взял бы свою землю и пришел. Другой взял бы своих валов и пришел. Третий взял бы и пришел вместе со своей женой. И кажется, ведь их приглашали на праздник. В этом нет ничего плохого». И тогда раб возвратился и сказал, «Господин, ты знаешь, ни у кого не нашлось времени для тебя. Это грустно. Господь приготовил праздничный ужин, но ни у кого не нашлось на это времени». Возможно, сегодня нас смотрят по интернету, но интернет – это не церковь. Мы всегда должны находиться время от времени при Господе, в Его присутствии. Я верю, что каждый должен найти время для Господа и прийти в церковь. Но Бог приготовил для нас прославление, поклонение, радость, общение. Но я представляю, в каком положении оказался этот слуга. Он приходит и говорит, «Я знаю, твои намерения были добрые. Я могу представить, в каком положении оказался сам Господин». Он ждет приглашенных, смотрит на часы, входит слуга, видит накрытые столы музыкантов, и он должен подойти и сказать, «Господин, все отказались». И он говорит, «Господин, ни у кого не нашлось времени для тебя». И как я думаю, Господин говорит, отвечает, «А для чего у них есть вообще время?» Это как мое толкование. Но один купил землю, и что он собирается делать с этой землей? Другой испытывает своих волов. Но как так? Разве не благодаря мне они получили все это? Третий женился. Это так грустно, жениться на той, которая уведет тебя от званого ужина, приготовленного Господом. Дай Бог всем тем, кто еще не женат, встретить ту, которая пойдет вместе с вами во дворы Божьи. Халлелуя! Вы знаете, в последнее время Господь проговорил к моему сердцу и сказал мне, «Ожидай большего. Ожидай пробуждения среди мужчин и молодых людей». Так что подготовьте ваши сердца. Очень много молодых людей и мужчин придут к Господу. Мы должны быть готовы к этому. И далее здесь говорится, «Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, иногда сам Господь, да, гневается, но не грешит, пойди скорее по улицам и переулкам, городам, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И раб сказал, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». В Писании говорится, что никто из тех званых не вкусит ужина, приготовленного Господом. Сегодня двери Господа открыты для всех. Дорогие, чтобы мы могли радоваться, нам не нужен алкоголь, не нужны наркотики. Когда я вижу наркоманов без ног, даже если у них есть ноги, они живут в ожидании дозы, чтобы испытать хоть немного радости. «Послушайте, речь не об этом, я говорю о вечной радости». Почему так получается? У тебя есть время для всего и для всех, а для Бога нет времени. Человек может до трех часов ночи сидеть у телевизора. У него есть время почитать газету. Есть время для пустословия. Есть время для анекдотов. Есть время для всего, но для Бога у него нет времени. Даже в день Пасхи они не приходят в церковь, потому что у них нет времени. Все они заняты. Смотришь, люди накрывают столы, готовят угощения, рис, рыбу. Готовят все. Муж несет продукты, жена готовит. И спрашиваешь, зачем все это? Для чего? Сегодня же Пасха. А в церкви сегодня вы были? «Ой, нет времени, я же готовлю». Послушайте, это не Бог придет к вам на праздник. Это приготовил праздник Он для вас. И Он призвал вас на этот праздничный ужин. «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» И только с Ним мы можем радоваться. Многие готовятся к празднику, приглашают родственников. Но во всем этом для Бога нет места. Они хотят показать, как они хорошо отмечают, рассказывают анекдоты. Но Бог ждет нас. Он пригласил нас на свой праздник, где есть прославление, благодарение. «Аллилуйя!» Для каждого Он приготовил вечную жизнь, где ты получишь надежду, что завтра все будет хорошо с тобой. Это есть наша надежда. Все будет хорошо. Аллилуйя! Послушайте, я так хочу, чтобы вы повернулись к своему соседу и сказали, «Если вот уже два года у тебя ничего не получалось, ничего, у тебя получится!» Сейчас скажи своему соседу, «Не смотри на свои дела, на свою занятость, прими участие в празднике, приготовленном Господом!» Бог говорит, радуйтесь, радуйтесь, и еще раз радуйтесь! Аллилуйя! Игра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»